Это точно, без любви утро никакое. А еще без комментариев, которые приходят прямо сейчас к нам в студию, им очень благодарны за это. Кстати, многие пишут, что у нас действительно преобразилась не только студия, но и мантоза, который приняли вот этот белый дождик, да, Дмитрия? Спасибо огромное. И также комментарии, которые мы хотим сейчас напомнить вам. Действительно, ребята говорят, и люди, которые прошли чистки моменты, говорят, что лучшая защита – это нападение. И, скорее всего, именно вот таким способом и оперируют те люди, которые отравляют, к сожалению, чью-то жизнь. Дмитрий, я думаю, в продолжении хорошо бы вспомнить о том всё-таки, что же чувствует вторая половина этого конфликта, скажем, да, такого формата. И, может быть, какие-то советы, хоть-хоть несколько ценных, как вести себя, если ты понимаешь, что на тебя нападают психологически, атакуют, вроде бы как-то явных признаков, да, но не бьют тебя, синяков нет, но надо поставить на место обидчика и себя как-то не дать в обиду. Как вести себя? А, вот возвращаясь к первому вопросу. Вторая половина – это кто? Вторая часть – это кто? Он. Он и он, то есть, да, два человека, всегда в конфликте получается, тот, кто агрессирует, да, то есть, который насилие вот это создаёт, и второй, который получает, и как-то пытается оправдываться, либо ставить на место обидчика. Я об этом. Ну, он испытывает максимально некомфортные чувства в этот момент. И, кстати, вот интересная штука, есть же фраза «душевная боль». И самое забавное и ироничное в этом всём то, что в каком-то смысле душевная боль не так уж и далека от физической. Тот же биолог Роберт Сапольский пишет о том, что то, что мы понимаем как душевная боль, оно, в общем-то, я, к сожалению, не нейрофизиолог, у меня с этим, в этом смысле, речевой аппарат не так хорошо устроен в плане нейрофизиологии, но вот это переживает... Говорят, что не ставлюсь ударами, то есть можно хранить как ударом по мозгу. Не совсем. Мозгом это переживается почти как физическое боль. Насколько я знаю, там то ли рецепторы, то ли... Нет, дело не в рецепторах, там локализация мозга, который отвечает за восприятие физической боли, не так уж и далеко расположена. Вот, поэтому это тоже больно. Это не то, что, ну, ничего пройдёт, ладно, забудь. Да, вполне можно признать за боль. То есть, ну, ничего тут такого... Просто, который не оставляет синяков, скажем так, на теле, а на душе. Поэтому с этим сложнее. У нас, в общем-то, и с физическим насилием достаточно плохо. То есть, если есть какие-то синяки, ну, подумаешь, ну, ладно, ну, там не заметили, ещё что-то. Ну, подал заявление, потом забрал его. Жалко. Да, 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 да. И полиция, в общем-то, если что, скорее всего, попытается как-то разубедить. Так вот, чтобы на полицию не надеяться, да, самому не плашать, как же всё-таки? Как же ставить красиво? Вот первые были фразы, то, что, простите, но мне больно. Вы понимаете, да, что вы делаете? То есть, какие-то вот определённые фразы, которые сразу ставят обидчика в ситуацию, что мы знаем твои намерения. Ну, нужно понимать ещё вот что. То есть, я скажу, на мой взгляд, такую важную для понимания вот этой ситуации вещь. Насильник, ну, тот, который совершает это насилие, ему, на английском, кстати, языке, есть красивое слово «абьюзер». Ну, вот это вот, да, «абьюзер, газлайтинг», то есть, вот такие, да, разы, которые мы можем использовать. Да, то есть, ему вообще такие отношения нужны. Он заинтересован в том, чтобы совершать вот это насилие. То есть, чаще всего мы говорим про насильника как сторону не сильно, ну, как будто бы не сильно заинтересованную, более независимую, более сильную. Но вообще-то ему это нужно. И в этом смысле вполне будет достаточно уйти из этого общения, уйти из этого, из таких отношений. Ну, например, же есть одно из таких интересных этических правил в интернете – не кормить роли. То есть, лучший способ борьбы с троллем – это с ним не общаться, потому что он питается этим общением. Ну, и, соответственно, вот в таком вот вербальном насилии, тет-тет-тет, происходит похожая ситуация. Это прочувствовали, да? Кормить роли. То есть, даже если какая-то фотография твоего или имя какое-то выдуманное есть, просто кого-то вот-вот стравить. Ну, конечно, правил и последствий особо нет. То есть, можно говорить что угодно, тебя за это не побьют. Потому что, например, ну, если так уж говорить прямо, то, например, если ты мужчина, и ты агрессивно обращаешься с другими мужчинами, говоришь с ним агрессивно, то есть, вероятно, что вы потеретесь. В интернете этого не происходит. Он в этом смысле безопасен. Ответственность сразу как-то, да? Да, да, да. То есть, страх за последствиями минимальный. Ну, чего бояться? Меня никто не знает. Даже если знают, все равно, ну, понятно, что все. Кстати, вы знаете, за границей уже вижу, что так открыто начинается борьба против этого, и органы подключаются, соответственно, для того, чтобы вот все-таки прекратить вот это вот безобразие, где все-таки ответственность как-то отпадает. И все-таки уже люди ответственно подходят к этому делу и отвечают за свои поступки, даже в интернете. Хорошо. Мы вернемся к тому, что происходит в нашей реальной жизни. Получается, выход один. Только остановить общение для того, чтобы как-то оградить себя, если тебе некомфортно, если тебя провоцируют, если постоянные конфликты, тебе неудобно, ты в себе копаешься, ты в себе замыкаешься и понимаешь, что ты очень плохой. Да? Ну, а как еще? В плане общения кажется все достаточно неоднозначно. Но если мы, например, сравним, ну, я вот так вот грубо сравню общение с едой, если вам в столовой приносят еду, от которой вам регулярно плохо, зачем это есть? Ну... Хорошо. А говорят, что находятся ими те личности, которые вот как-то поддаются. Скажем, что агрессор, он чувствует, кто из десяти вот этих, да, скажем, к примеру, людей, кто упадет на его удочку. Да, такие люди вполне, ну, это как, я так, наверное, забавно сравню, но это как гопники девяностых, они знали, кого искать. Да? Ну, да, они сразу понимают... Это что, не уверенный в себе какой-то, слишком добрый, слишком доверчивый, вот какими качествами? Часто, да, могут быть вполне доверчивые люди, которые по каким-то признакам не очень агрессивны. И, соответственно, они, может, и не ответят. Или там физически тоже может не сильно сказать. То есть есть боязнь. Игрессор, если чувствует, что ты как-то отвечаешь, да, и бойко достаточно, да, себя отстаиваешь, то тогда всё ему это неинтересно, и сразу как-то, да, из его вида, ты выпадаешь. То есть иногда вот это может использоваться, например, я вот не могу говорить точно, да, но вот, например, даже в случае, например, преследований, ну, например, ночь, за женщиной кто-то идёт, да, и в каком-то смысле иногда вполне работает такая стратегия поведения, как, в общем-то, повернуться и прямо там сказать, ты что, за меня преследуешь? То есть посмотреть в глаза, да, тому, кто... Да, есть вероятность, что человек может испугаться, то есть он не предполагает такой реакции. Но, опять-таки, это я не могу вручаться. Ничего дисковать. Да, я честно, честно, я не эксперт в этой области, я не, не знаю, эксперт по самооборонию, то есть есть вполне люди, которые в этом разбираются, даже в наше время, даже, в общем-то, для русскоязычного пространства. Я, насколько это я, скорее, слышу, я предполагаю, что... Ну, а пока об обороне мы подумаем сами, каждый отвечает, а лучше же иметь какой-то баллончину при себе, но это каждый решит, да. А пока реклама, и вернёмся в прошлом, поговорим о газлайтинге. Оставайтесь рядом.